Исторические псалмы Исторические псалмы. Главное их содержание – воссоздание исхода Израиля из Египта, из египетского рабства. Что вот этот длинный псалом мы с вами прочитывали, где припев, повтора повторяется. «Славьте его, ибо он блах, ибо вовек милость его». Он провел через море, вывел народ из рабства. Пожалуй, самым тем наиболее ярким историческим псалмом является псалом 77. А со второго по седьмой стихи можно прочитать. «Открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам? Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, слава Господа, и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих и хранить заповеди его». Какая тема здесь главенствует, доминирует, как бы вы ее назвали, вот в этом отрывке? «Без истории нет будущего». «Без истории нет будущего». Тема исторической преемственности, тема связи поколений. Это одна из актуальных современных тем, связь поколений, преемственность. И, к сожалению, вот данной теме не так уж много уделяется внимания. Почти каждый год масса своей молодежной конференции христианские, конгрессы сейчас устраивают в Брянске, там, в других местах, в Подмосковье. И тема преемственности практически не затрагивается. Там целая серия докладов, серия сообщений на разные темы. А где тема преемственности? Нет. Нет ее. Ну вот конференции, которые были, литературу, как-то мне попадалась, ну, вот, современная, вот, такие темы поднимаются. История баптизма в России, вот, какие-то молодежные движения, книги, как в истории в 20 веке, в начале века, как развивалось баптистское движение, вообще евангельское движение, как участвовала молодежь. То есть, ну, какая-то направленность вот в последнее время существует все-таки, понимает, что нужно обращаться. Есть некоторые движения, да? Да. Нельзя сказать, что оно прямо в глобальных масштабах, но, как бы, прослеживается немного. Да, я недавно был в Донецке, в ДХУ, в их Донецком христианском университете. А они второй год проводят конференцию по теме истории, по истории ивановского движения в России, в Украине. И вот на этой конференции присутствовало где-то более 200 человек. Я первый раз столкнулся с таким массовым представительством, чтобы более 200 участников было. Представители пяти баптистских союзов там были, пять баптистских союзов. И не только автономные там присутствовали, но даже отделенные, нерегистрированные прислали свою делегацию. Где-то человек пять, по-моему, было. Правда, они присутствовали там со статусом наблюдателей. Не выступали, не задавали вопросов, раздавали свои диски, раздавали свои журналы желающим. Но вообще-то сам факт присутствия их, это уже тоже неплохой шаг к какому-то сближению, к какому-то взаимодействию. Потому что в перерывах между заседаниями там было же такое общение на частном уровне, на личном уровне. Они там у некоторых интервью убрали. И, насколько я слышал, сейчас в Совете Церкви, в отделенных, образован так называемый историко-аналитический отдел. Это совсем недавно, что они такой отдел организовали. Историко-аналитический. Публикации в их журнале появляются на исторические темы. Правда, они слишком уж тенденциозные. Слишком однобокий взгляд на факты истории. Это, на мой взгляд, минус. Если уж открывать историко-аналитический отдел, то надо стараться беспристрастно изучать события, явления истории. Ведь цель такого добросовестного историка – не осуждать и не хвалить. Историк, да, не должен ставить перед собой такую цель. Кого-то осудить, а кого-то превознести. Историк должен понять личность, факт, явление. А возможно ли вообще такое, без субъективного мнения об этом историка, даже посмотреть каких-то таких хороших авторов, допустим, Луи Берхов, да, вот он патристику пишет. И он как бы все равно в преломлении своего мнения. Если бы писал какой-то другой автор, то он писал бы, может быть, в ином свете. Вот, как бы, ну, если будут писать, допустим, историю православные, то они напишут по одному. Если будут историю писать коммунисты, то они напишут это в другом свете. Ведь даже та история, которая преподавалась в Советском Союзе, там не было практически ничего о церкви. Хотя церковь – это без нее не может быть истории. Как бы, ну, вот, насколько возможно, вот, чтобы с таком вот… Ну, абсолютно, вот, без пристрастия, абсолютной объективности, наверное, достичь невозможно. Стопроцентной объективности. Но, вот, более-менее хотя бы приблизиться. Ну, одно дело, когда там человек пишет художественное повествование, историческое, здесь уж его личный взгляд, личное восприятие. Другое дело, когда он пишет там монографию, исследование научное. Тут он должен стараться быть все-таки объективным. Летопись историческая. Тут тоже большое значение имеет вот сам автор. Его отношение к данным событиям. А если это просто хроника, то факты, факты. А уж как их осмыслить, это пусть каждый вдумывается, осмысливает. Ну, наверное, если бы история только лишь факты была, оно было бы скучно. Конечно, да. Когда есть вот такой внутренний подогрев, когда есть личные отношения, тогда бы интереснее читать. Я с вами согласен. Но любый жанр существует. А вот 89-й псалом молитвы Моисея можно к историческим псалмам отнести? Там, где он говорит, дней, лет наших 70. Да, да, да. Или больше крепости 80. Там есть и элементы исторические, связанные с историей Израиля. В какой-то мере можно, конечно. Псалом 76-й, он тоже в какой-то мере исторический. Псалом 43-й. Там история и уроки из истории. Уроки для повседневной жизни. История оставлена не просто для того, чтобы удовлетворять наш интеллектуальное любопытство, а для того, чтобы учиться на ошибках путешественников. Библия, вся история. Да. Священная история Ветхого Завета, священная история Нового Завета. Псалмы Торы. Это псалмы, освященные чему? Какая главная тема в данных псалмах? Как вы полагаете? Закон Божий. Да, закон Божий, Слово Божие, истины, Библии. И, конечно, если современный человек будет читать, там, Псалом 118, например. Например, Псалом 18, где такие красочные художественные сравнения. Ну, например, вот в Псалме 18, когда псалмопевец говорит о заповедях Божьих, он говорит так. «Они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». У современного человека, значит, возникает такое недоразумение. Ведь закон, он на той закон, что он как бы давит на человека, он ограничивает человека. Это приказ, не делай то, не делай другое. А как можно любить вот такие, не просто любить, а превозносить, восхищаться этим законоположениями, которые сплошь ограничивают человека, ограничивают вроде бы его свободу. А тут такая любовь, пылкая любовь к данному закону. Значит, как бы вы объяснили? А этот закон как раз и говорит о том, как нужно любить. Он не запрещает любить, а он показывает, как любить. Вот потому он и приводит такие сравнения. Да, по форме это закон, это приказ, это повеление. Но если применять это в жизни, практической, повседневной, это, как Иаков говорит, закон свободы, закон совершенный. А вот эти запреты, это как сигналы, предупреждения, как светофоры на улицах. Не еди на красный свет, опасно. Подвергнешь твою жизнь опасности. Путь и определенные веки на этом пути, сигналы, предупреждения. Здесь опасно, здесь бездна, здесь можешь провалиться в пропасть. Ну и какой же вот самый такой большой псалом, где тема Торы, тема закона, тема Слова Божьего варьируется на разные лады? 118-й. 118-й. Не знаю, как сейчас, а вот раньше в традиционных церквах евангельских был такой обычай. Если семья большая, все вместе собираются на вечернюю молитву, что отец, обращаясь к каждому, говорит, ну, называй номер стиха из Псалма 118-го, а я буду читать. И вот так персонально, значит, каждого просит. Называй там номер, я прочитаю. Это вот пожелание лично тебе будет. Такая традиция раньше существовала по 118-му Псалму. 71-й. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Страдание на пользу. 17-й. 17-й. Яви милость рабу твоему, и буду жить, и хранить слово твое. Восьмой. Восьмой. Буду хранить уставы твои, не оставляй меня совсем. Аминь. 105-й. 105-й. Слово твое светильник на ге моей, и свет стезе моей. 13-й. То есть мы, люди, несуеверные. Суеверные люди боятся 13-го. Номер 13-го числа. Устами моими возвещал я все суды уст твоих. Устами моими возвещал я все суды уст твоих. А мы с вами отмечали, что псалмопевцы радовались, когда говорили о божьих судах. Не боялись их, а наоборот ждали. Так с нетерпением. 56-й. 56-й. Он стал моим, ибо по велению твои храню. Он – это значит закон Божий, слово Божие. Закон Божий стал моим, ибо по велению твои храню. 72-й. 172-й. Язык мой возгласил Слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Все заповеди Твои праведны. И это лейтарь что-то. Да, вот для каждого. Первый? Первый. Блаженный непорочный в пути, входящий в законе Господнем. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Вот истинная радость, истинное блаженство. Вы, наверное, слышали о том, что вот этот 118-й псалом, он выделяется от других тем, что он очень искусный, искусно построен. Здесь псалмопевец применил даже акростих, так называемый. Каждый фрагмент этого псалма, или строфа, так называемый, когда несколько стихов, одну какую-то законченную мысль содержит, начинается с буквы еврейского алфавита. Начало первой страфы, одна мукла, потом начало второй страфы, следующая. Тут такие искусственные приемы использованы. И недаром вот этот псалмопевец называют таким вышиванием, шитьем искусным, как некое такое вот очень искусное, совершенное изделие. И по содержанию, и по форме в то же время. То есть человек, который написал этот псалом, он испытывал радость, наслаждение и удовольствие от божественной гармонии, от божьего порядка, от божьего лада. Есть такое слово, понятие, как лад. Лад в музыке, в пене, и лад в жизни. Мир, любовь, согласие, гармония Божья, божественный порядок, гармоничность жизни, устроенной в соответствии со Словом Божьим. Ну и, конечно, радость псалмопевца, размышляющего о величии Божьего Слова, она связана с тем, что Бог провозгласил это слово среди Израиля. Бог избрал народ израильский, как народ миссионерский, предназначенный, чтобы нести весть о едином живом Боге другим народам. Вот, мол, языческие племена, у них суеверия грубые, у них гнусные поступки, у них мерзости всевозможные. Почему? Потому что они не знают живого Бога, нет у них закона Божьего. А вот у нас великое благо, великое преимущество, великое блаженство, что на нас Бог обратил внимание, что мы Божий инструмент, что мы живем, стараемся жить в соответствии с Божьими стандартами, с Божьим порядком, с Божьей гармонией. И это создавало такой вот внутренний подъем, восторг, радость, удовольствие, желание поделиться с другими. То, чем мы обладаем по сравнению с язычниками. У язычников пороки, зло, страсти, суеверия. А нам Бог открыл путь внутреннего освобождения, чистоты. Псалмы – плачи. Их тоже различают на несколько подвидов. Плачи могут быть какие? Личные, личный плач. Когда человек молится в сокрушении, скорбит перед Богом с плачем, со слезами. Плачи покаянные, потому что покаянный плач может быть не обязательно личным. Целый народ может быть в состоянии плача покаянного, такого вот смирения перед Богом. И плачи общественные. Ну, к покаянному плачу какой мы можем Псалом отнести? Уже известный нам. Он, в общем-то, и Псалом покаяния, и в то же время можно его назвать, вот, как Псалом плач покаянный. Псалом плач отнести. Шестнадцатый. А какое там содержание? Ну, там как бы он страдает, давит, и просит Бога уменьшаться, что его окружили. Тесные обстоятельства. Можно, да. Неприятели. Можно отнести. Ну, есть некоторые критерии, по которым определяются вот эти Псалмы плача. Значит, какие они имеют особенности? Два стиха. Первый, два. Хорошо. Услышь, Господи, правду, внем ли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых, от твоего лица суд недоязыдет. А концовка какая у этого Псалма? А я о правде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Ну, можно в какой-то мере отнести. Обычно Псалмы плача начинаются вот с такого обращения эмоционального, потрясенного. О, Господи, Господи, услышь. А завершаются хвалой, хвалебным возгласом. Начало и финал. Контраст. Да, контраст между собой. Псалмы благодарения. Псалом 29, Псалом 106. 102. Благослови душу, а моя Господь. Да, можно это отнести. Что для них характерно? Какая структура? Введение, вступление. Затем свидетельство об избавлении от чего-то. От опасности. От врагов. И завершаются эти Псалмы хвалою, благодарственной хвалою. Псалмы, гимны. Ну, вообще, в широком смысле гимн, как вы понимаете, что это такое? 99-й. Так же восхваление и прославление Бога. Кличет Богу. Да, ну, а вообще, что вообще характерно или специфично для музыки гимна? Да, торжественность. Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите при лицу Его со склицанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы паства Его. Ходите, врата Его, со славы словами, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благо Господь, милость Его вовит, и истина Его в рот и рот. Аминь. Да, торжественность, приподнятость, восторженность. Ну, еще иногда отмечают вот такую разновидность. Немножко упоминали о таких псалмах, но не обозначали их. Это псалмы суда или судебные псалмы. Судебные не в смысле вот, не связаны с залом судебных заседаний, где прокурор, судьи и адвокаты. Опять же 16-й. Твое лицо суд недоизыдит, до возврата очи твоей на правоту. Ты испытал сердцем, посетил меня ночью, искусил меня, ничего не нашел. От мыслем их не отступает уста мои. В делах человеческих пословуствах я охранялся от пути притеснителя. Что мы вчера с вами отметили, почему псалмопевцы радуются, когда говорят о судах Божьих. Не скорбят, не боятся, не страшатся, а наоборот радуются, торжествуют. Потому что они имеют дерзновение к Богу и знают, что перед судом Божьим они устоят, так как Бог знает их сердца. То есть они верующие люди, посвящены Богу. И дела их соответствуют одобрению. Только суд может одобрить, или же суд может исправить тот нюанс, который мешает быть более праведным этому человеку. Это по отношению к личности, а по отношению к другим? А по отношению к другим Бог приведет людей на путь к покаянию, обличит этих людей в их делах. То есть совершит дело свое Бог. Я думаю, наоборот, они хотят судов Божьих, потому что с Андреем я согласен в первой половине, а в второй половине, что все-таки нечестивые будут наказаны. Это то, что много звучит в псалмах, чтобы справедливость восторжировала. Торжество Божьей справедливости. В те эпохи, да и в любую эпоху люди бедные, обездольные обычно всегда были в числе тех, которых могли уничижать, обвинять. Богатые люди, бедных, притесняли. Если он там обращался куда-то в иск в суд, в судебные какие-то инстанции, то он почти не выигрывал дело. Он всегда оставался в положении обвиняемого. Обвиняемого он не мог добиться правды. А когда псалмопевец говорил о том, что вот Бог вмешается, Бог будет судить, то вот Бог уже тогда по правде рассудит. Он накажет тех, кто угнетал, притеснял, неправду делал, беззаконие. Ну что ж, вот этот раздел по классификации библейских псалмов мы с вами завершили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok